Игорь Побочкин Ему нужны, конечно, спонсоры для его передач и как можно больше активности. Но когда он задал вопрос, что Трамп приостанавливал помощь Украине и довел тем самым на Зеленского, это теперь выясняет комиссия по уничтожению. И что же делать Трампу? Как же ему выкручиваться? Что бы делали вы, если бы оказались на его месте? Я не бы сказал, что бы не делал я, если бы я оказался на его месте. Для начала я бы проверил счета Дэвидсон Радио, чтобы проверить, кто заплатил Ермолинцу. Я работала на Дэвидсон Радио, и я знаю, как Дэвидсон платит. Он платит, не показывая нигде эту зарплату, он платит ее под столом. На самом деле, конечно. Но я позвонила, я не выдержала, потому что я знаю, что эти транши на помощь Украины, они выделялись порционно, и когда-то были перерывы до этого. То есть это сфабрикованное дело. Я позвонила, и была траха, и я сказала, что на своем месте я бы выразила недоверие Надле у конгрессмена, который представляет Бруклин. И все-таки надо ответственно подходить к своей работе в конгрессе. Ермолинец меня перебил и сказал, ничего это не изменит, Манхэттен будет голосовать за Надлера, и ничего мы не поменяем. И Груба меня выбросил просто из эфира. Ну, я походила, подумала, набрала номер телефона 1-718-373-3198. Это номер конгрессмена его офиса в Бруклине. Мне ответила миловидная девушка, такой приятный голос. Я сказала, что я хотела бы поговорить с русскоязычным работником офиса Надлера. Она сказала, у нас нет такого, и, собственно, Груба так со мной как-то немножко по-хамски даже себя вела. Я говорю, ну, хорошо, не проблема. Я смогу с вами общаться, запишите, пожалуйста, мое сообщение. Я не живу в округе Надлера, но я говорю от имени русскоязычных жителей его округа. Потому что его округ это Кони Айланд, Бора Парк, Бенсон Фёрд, Бейдж. Это очень большие участки, где проживают наши русскоязычные избиратели. Я знаю, у тебя огромное количество друзей, по крайней мере, и по Фейсбуку, и которые поддерживали твою избирательную кампанию в Ассамблее штата. То есть ты можешь выступать от имени определенного количества людей, которые проживают в офисе Надлера. Ну, я поддерживаю контакт с людьми, и я знаю, что они очень недовольны. И я слово в слово ей передала свои взгляды и воззрение избирателей Надлера. Я сказала, что мы очень недовольны тем, что деньги американских налогоплательщиков расходуются на охоту на ведьм. И просто на какое-то ненужное дело. И мы очень расстроены, мы очень разочарованы, что Надлер не выполняет свои прямые функции, он не заботится о благополучии нас, избирателей его в округе. Мы поддерживаем, поддерживаем и будем поддерживать Трампа. В 20-м году мы за него будем голосовать. А вот будем ли мы голосовать за Надлера, большой вопрос. Он 30 лет почти сидит в конгрессе, представляет. Хотя два года всего срок в конгрессе. Единственная работа, которую Надлер, по-моему, за последний год, насколько я знаю, совершил, это вредительство в отношении Стэттен-Айленда, в отношении моста в Элизанно-Бридж. Это то, что они вместе с Майк Роузом, Макс Роуз, они хотят установить толы, которые будут работать в два конца. И на этом МТА заработает дополнительные 12 миллионов долларов, которые, конечно же, не пойдут в карманы жителей Стэттен-Айленда или Бруклина, а отправятся в МТА и кто-то там на них будет жаровать. Очередная будет поддержка избирательной кампании этих двух псевдоконгрессменов. Ты знаешь, в 92-м году Надлер занял пост конгрессменов после какого-то несчастного смерти кандидата, демократического кандидата. Как-то странно, он выбирает этот кандидат и Надлер занял его место. А в 95-м году Конституционный суд Америки рассматривал вопрос о том, что Надлер влез, потребовал счет, раскопал номер счета, по которому переводились страховые какие-то деньги, огромные бюджетные деньги на вклады, на страховые вклады. То есть там какая-то была очень темная история. Но Конституционный суд отделался просто замечанием. То есть Надлер обошелся замечанием. Но когда Обама стал президентом, Надлер просто потребовал у Обама, чтобы тот взял Клинтон к себе на работу, потому что у него были, он об этом объявил, у него были амбиции пойти в Сенат на Клинтоновское место. Как ты думаешь, есть ли какая-то коррупционная составляющая вот таких дел, таких вопросов? Ты знаешь, мне кажется, демократы пронизаны коррупционными делами. Тот же Макс Роуз сейчас объявлено, что компания, которая ему на чашечке кофе случайно выделила 100 тысяч долларов, хотя Роуз, конгрессмен, который представляет весь Сенат и часть Бруклина, категорически заявлял, что он не будет брать никаких подачек, он не будет брать никаких коррупционных денег. Но сейчас уже компания, которая ведется против него, уже нашла концы, что 100 тысяч долларов он получил на свои кофейные завтраки. Так что все демократы, я думаю, повязаны в коррупционных делах. Абсолютно все. Я вам хочу сказать пару слов, Мак, по поводу того, что сказала сегодня Пелоси после того, как они проголосовали все-таки в начале импичмента травмы. Ну, для меня, конечно, сюрприз, что вместо, что из 224 демократов у нас сегодня в Конгрессе, голосов они получили 232. То есть получается, что несколько конгрессменов-республиканцев все-таки проголосовали против Трампа. Ну, я не думаю, что они наберут две трети голосов в Сенате, и уже хотя бы по этому количеству видно, что две трети голосов им не светит. И при этом Пелоси сегодня заявила, что вместо того, чтобы заниматься делами, они занимаются расследованием Трампа. Они занимаются расследованием ведьм, вместо того конкретно, чтобы заниматься делами. Она сегодня сама это конкретно сказала Пелоси. И я думаю, что вот это вот стейтмент ее, это и есть показатель работы демократического Конгресса, который сегодня существует. они ни черта не делают, они сидят, видишь, как они изысканно выворачиваются. Собственно, не романицу я хотела сказать. То есть Трампу надо быть таким же наглым и таким же бесцеремонным, как ведут себя демократы. Просто все, что они делают неправильно, они на кого-то хотят это повесить. Но по поводу моего разговора с офисом Наблера, я закончу, что я наехала на эту девушку еще по поводу того, что очень жаль, что русскоязычные избиратели Наблера не могут донести тонкости своих воззрений на русском языке, поскольку Наблер не выполняет это требование. Ведь был издан закон в штате Нью-Йорк, принят закон более 10 лет назад, о том, что у русскоязычных избирателей есть доступ на русском языке информации. В 2009 году губернатор, тогдашний губернатор, подписал закон о том, что в тех местах, где максимально проживает русскоязычное население, избирательные материалы будут печататься, в том числе и на русском языке, плюс к 6 языкам, на которых уже печатается. Кстати, что интересно, мы продолжаем, например, в том же Южном Бруклине, в Статанайвене мы получаем на корейском, на китайском языке бюллетени, на русском языке бюллетеней нет. И это, я хочу сказать, это опять-таки, поскольку у нас демократы сидят везде, на каждом углу в Бруклине, в Статанайвене и вообще в Нью-Йорке, то это полностью их вина, что не выполняется это законодательство. А я тебе скажу, что мы должны тоже на себя возложить ответственность за это состояние вещей, что ни у Макса Руза, ни у Наблера нет русскоязычных, и, кстати, у Донова она не была, помнишь, мы потребовали, я выступала, требовала, и он включил. И у Мали Атакис, между прочим, нет русскоязычного персонала, мы не проявляем интереса, мы не хотим это знать, мы прячем голову в песок, это все проходит мимо нас. Мне говорили многие, что политика грязное дело, когда я стояла, агитировала на улице, но люди не понимают, что от того, что мы не прибираемся там, где грязно, становится еще грязнее, и мы просто погибаем в этой грязи. Надо засучить рукава и участвовать в этом. Сумерение голоса с русскоязычной общиной сегодня не слышен. И поднять людей куда-то, люди сегодня с удовольствием толдычат на Фейсбуке, обсуждают кошечек, собачек, но как только ты начинаешь говорить, что какие-то излагать вещи политического характера, сразу говорят, что это скучно, нашу группу, пожалуйста, не загружайте политикой, нам это неинтересно. Ну что ж, неинтересно. Нет, ну ты скажи, а как перепугался Ермолинец и сразу выбросил меня из эфира, что он навлечет громы и молнии тем, что я погладаю. То, что я тебе хочу сказать, Ермолинцу не нужна политика, ему нужна бла-бла-бла. Ему не нужна политика глубокая, ему не нужны глубокие анализы. Он хочет затронуть, кинуть кость вот этим вот людям, которые сидят, может быть, у этого радио или где-то драйвают в лимузине, скорее всего. Я очень много слышал, когда-то я слушал Дэвидсон радио, пока не появилось сегодня уже три новых радио, кроме Дэвидсона. И Дэвидсон я, честно говоря, не слушал уже, наверное, года два. Но я помню, что звонки шли в основном это ребята, которые сидят в лимузине, старички, которые сидят дома. Но это люди, которые не пойдут никогда в жизни голосовать. Это люди, которые готовы только помолчать, не говорить. Жаль, да, жаль. И очень жаль, что те, кто призваны нас просвещать и обучать, не говорят, не обучают людей, насколько это важно, насколько это нужно. И почему мы должны спросить Трампа, одного Трампа под танки. Люди приходят на избирательные участки, отвечают Трампа и уходят. И не понимают, что в Нью-Йорке вот эта птичка абсолютно ничего не дает. Ничего не дает. А дальше по линии, по республиканской хотя бы, ну или какого-то, кого-то, отметить, призадумайтесь, прочитайте фамилии, посмотрите. Нет, они проголосовали за Трампа и кричат, я выбрал Трампа президента. Нет, в Нью-Йорке, Нью-Йорк выбрал Клинтон президентом. И ваша птичка утонула. Ну, потому что мы выбираем избирателей, то есть у нас немножко другая система голосования. А вот по Наблеру мы могли поменять картину. Так как мы поменяли картину по Донову и конгрессмену, мы поменяли картину, мы выбрали, надеюсь, временно демократы Доновуна, и у нас все-таки будет шанс теперь выбрать того, кого мы хотим. Мы хотели Грима, но нам не дали такую возможность. Коррупция утопила Грима, но теперь у нас будет возможность выбрать Малиатаки. То же самое с нашим дорогим, близким нашему сердцу Марти Голденом произошло, то есть мы утратили доверие, и мы предпочли, но зачем нам эти куклы, зачем нам эти лицемеры, которые говорят, что они республикации, на самом деле они чистые демократы, и они просто троянские кони. Да, лучше иметь уже демократа, который демократ, чем республиканцы, которые одеты в одежду республиканца, на самом деле прогнивший демократ. Согласен с тобой. И надо все-таки призывать наших людей голосовать на любом уровне, в ассамблею, в местный сенат, в конгресс, и так далее, следить за выборами, и стараться выбирать... Город, городскую власть, это самая важная власть. Почему люди не... Вот, кстати, отменили у нас печенку эту, гусиную, утиную печень. Ты теперь будут штрафовать на 500 долларов. Если ты придешь в русский ресторан, и фуа-гра ты уже не получишь. Спасибо, наверное... Я не знаю, как голосовал Марк Трегер, тоже интересная личность, но не буду его сегодня затрагивать, просто не изучал его результаты голосования, но так, по всем остальным вопросам, Трегер голосует так, как прикажет Деблазер. И все эти программы... Мы, кстати, вернемся к этому. Мы обсуждали эти вопросы с Милатакис, которая баллотироваться будет в конгресс, и мы с тобой вернемся к этому в следующий раз. Да, но пока давай подождем, посмотрим, куда ближе демократы из конгресса... Пожалуйста, регистрируйтесь, кто не зарегистрирован для участия в выборах, регистрируйтесь. У нас, кстати, 3 ноября в Нью-Йорке выборы. Мало кто этим интересуется, мало кто об этом говорит. Про в каждом отдал Daycare Center есть политинформация, и политинформаторы никогда ничего не говорят о том, как зарегистрироваться, когда будут какие-то ближайшие выборы, но я не знаю. сейчас будут выборы Public Advocate. Это фактически вторая должность в Нью-Йорке. Надо не забывать, что Деблазио был именно Public Advocate, и то и с этой должности он прыгнул на мэра Нью-Йорка. Поэтому вот сейчас в ноябре будут выборы Public Advocate, и я уверен, что 90% наших слушателей понятия не имеют, кто в их округе избирается на эту должность. Так что давайте, ребята, давайте смотреть, кто избирается, давайте анализировать, потому что от этого очень много зависит. Сегодня у нас украли фуагра, завтра украдут что-то более серьезное. А потом еще будут выборы по вопросу, по референдуму, по уставу Нью-Йорка. Там тоже это очень важные вопросы решаются. Там такое мы бы родили, но просто по рукам и ногам свяжут людей, мы видим, что происходит с Калифорнией, мы сегодня с тобой это обсуждали, к чему приводит социализм, разруха, нищета, грязь, вода. Поддержка вэлфера сегодня в Нью-Йорке достигла максимального уровня, по-моему, за всю историю. То есть сегодня вся нищета, вся эмиграция, нелегальная, едет сюда, здесь они пользуются медициной, школами, колледжами, получают гранты, получают все, что только можно за наш счет. Поэтому сегодня я хочу сказать, что вот я занимаюсь реал-стейтом, в том числе я занимаюсь реал-стейтом в Пенсильвании, и сегодня люди уезжают в Пенсильванию из Нью-Йорка, потому что стало уже в Нью-Йорке просто невозможно вести бизнес, люди просто уезжают. Так что город гибнет, город гибнет, и надо обращать внимание, кого мы выбираем, надо голосовать, надо регистрироваться, и надо объединяться, потому что как всегда говорили, община, которая голосует, это община, которая получает. Сегодня русскоязычная община Бруклина и Стетонарда практически не голосует, к сожалению. Хорошо. И получать будет меньше, меньше, меньше. Спасибо, кто нас сегодня слушал. С вами были Игорь Бабочкин из Нью-Йорка и Малка Шахар из Майами. Всего доброго. Хорошей всем настроения и погоды. Всего доброго. Пока. Пока.